Новости на телеканале ССБС ВННК. Мы говорим американцам правду и только правду. Коротко о главном. В России пара экзаменов и чтобы не проспать на ЕГЭ, российская школота использует вот такие кровати-будильники. Между тем, российским студентам приходится буквально унижаться на коленях, чтобы получить стипендию. В связи с подорожанием бензина, русские используют альтернативный транспорт, лишь бы на дороге не появилась мышь. А лето в России это еще и любимая забава русских. Дачи. Русские обожают покопаться на грядках всей семьей. Между тем, с повышением уровня жизни, российские дачники все чаще перестают сажать картошку и тупо отдыхают у басика. Главным новостям. Мы продолжаем рассказывать о бардаке, который творится в филиале Бургер Кинга в России, где появились вот такие автоматы с чефиром. Мы попросили прокомментировать это управляющего сети. Просто мы в тренде. А у Е фартук в масле Оливье. А 1 июня в России отметили День защиты детей. А уже на следующий день на улице вышли бастовать суровые мужчины. Какие их требования, Кейт? Они выступают против дискриминации. В России отмечается День защиты детей, День молодежи, даже День пожилого человека. По их словам, цитирую, Ёб твою ж мать, когда же будет День человека среднего возраста? А Владимир Путин проводит очередную смену губернаторов в России. Мы провели журналистское расследование и пришли к выводу, что в России губернаторов теперь не выбирают и даже не назначают. Просто взгляните на эту фотографию. Какие вам еще нужны доказательства, что новых губернаторов в России просто клонируют в кремлевских лабораториях? Что скажет на это наш специалист по России Боб Джонстон? Представляю, как у вас подгорает. Вот смотришь на мужиков и доебаться уже не к чему. И в заключении прогноз погоды и ее ведущая Джейн. Мать вашу, я погибла в перестрелке 4 года назад. Извини, Джейн, но после Бабченко мы уже никому не верим. С вами были новости на телеканале ССБ, СВННК. Смотрите нас каждую неделю, если мы не окажемся инсценировкой Службы безопасности Украины.